Мы на каникулах продолжаем готовиться к школе, причем готовим не детей, как это принято, а родителей. Помогает нам в этом автор проекта «Мамина школа» Олеся Новикова. Она у нас в студии. Олеся, привет! Привет, ребята! Олеся, ты как-то написала у себя пост о том, что дети, когда идут в школу, они теряют родителей. Есть такое. Что это такое? Потому что мы не понимаем. Я имела в виду, что ребенок, когда становится школьником, он теряет общение со своими родителями. То есть суть этого общения в корне меняется. Теперь его основа – это контроль, угрозы, шантаж, бесконечные какие-то риторические вопросы из серии «Где твои мозги?», на которые ребенок ответить не может. Потом теперь любят тебя с условиями. То есть раньше ты был любимый ребенок, а теперь к тебе хорошо относятся только когда у тебя пятерочки и когда тебя хвалят. Сам родитель тоже проваливается в какую-то позицию дрожащего ребенка, который боится школы, потому что если ребенок плохо учится, меня как родителя будут считать плохим родителем. И родитель так боится этого ощущения и так крепко себя связывает с этой детской учебой, что готов просто прессовать собственного ребенка, давить его, быть против него, лишь бы никто про тебя в школе ничего плохого не сказал. Ты считаешь, что это правильно? Ну сейчас мы это обсудим, подискутируем с тобой. Хотя, по сути, вот если немножко заглянуть в требования школы, многие из них современным реалиям не очень-то соответствуют. И то, что требуют от школы на данный момент, не факт, что ребенку пригодится. Вот, допустим, начальная школа большой упор делает там на почерк, на то, чтобы у ребенка получались там ровные идеальные палочки. Кому-то из вас, когда вы школу закончили, ровные палочки где-то пригодились? Да. Нет. Где, Женя, где ты их использовала? Как-то я писал объяснительную. Один разок. Когда опоздал на работу, и там нужно было разборчиво писать. Там проверяли, если бы ты написал неразборчиво, я думаю, ничего бы не изменилось. В общем, ты имеешь в виду, что родители фокусируют внимание не на том, на чем нужно? Абсолютно верно. Мы фокусируем свое внимание родительское на оценках и на поведении. Но если вот посмотреть, опять же, вглубь, откуда все это берется, если ребенок плохо себя ведет, и если у него проблемы с успеваемостью, то все из-за его некомпетентности. То есть он не разбирается в этом предмете, он не знает, как договориться, он не знает, как общаться, он, может быть, даже не знает, как сказать взрослому, что ему сейчас некомфортно и плохо, и именно поэтому хамит. Но мы фокусируем внимание не на наших отношениях, а как может ребенок этому научиться, откуда он берет эти знания? Он берет их у взрослых, берет у взрослых, с которыми у него хорошие отношения. То есть если у меня с тобой, взрослый, крепкая надежная привязанность, я хочу быть как ты, я хочу быть тебе идентичным, и поэтому я тебя слушаюсь, я иду за тобой, ты меня ведешь, я не сопротивляюсь, и я делаю то, что ты говоришь. То есть у ребенка не хватает компетенций, у него нет отношений со взрослым, у которого можно этому научиться, но мы не фокусируем свое внимание на этих двух пунктах, а мы только обращаем внимание на то, как ребенок учится, какие у него оценки и какой у него там ут, не ут или что там ставят за поведение. Вот на что нам надо фокусировать свое внимание. Но вы понимаете, что сделать это может только родитель, у которого есть на это силы. И поэтому получается вообще первоочередная наша задача отдохнуть, привести себя в порядок, довести себя до такого состояния, чтобы ты смог наладить отношения со своим ребенком, наладить с ним привязанность. Он будет у тебя учиться, он будет за тобой идти, тебя слушаться, и только после этого у него появятся оценки. Мы же давим напрямую на самого ребенка, и потом получается как на вершину айсберга, и не понимаем вообще, во что это врезался наш Титаник. А как ребенка можно мотивировать? Ну, как вы понимаете, мотивация, она зарождается, вот можно сказать, на двух китах, на интересе и на успехе. Согласитесь, современная школа современным детям не очень интересна, так? К сожалению. К сожалению. Ну, всегда было, согласна, Женя, вот тут с тобой спорить не буду. Значит, с интересом ничего у нас не вышло, следующий пункт – это успешность. Дает ли ощущение успешности школа ребенку? Нет. Нет, почему она не дает? Потому что у нас вот эта вот оценочная система, где я тебе ставлю два, три, у тебя ничего не получилось, где я тебя сравниваю с другими детьми, где ты не чувствуешь себя успешным. И если у тебя нет интереса к деятельности, и если ты себя не чувствуешь успешным, то вот этой мотивации у тебя никогда не появится. Тебя могут тянуть, тебя могут заставлять, тебе могут угрожать, ты, может быть, даже заставишь себя каким-то образом, сядешь и выучишь и получишь эту пятерку, но твоя внутренняя мотивация все равно у тебя не появится. И на самом деле есть у нас страны, где есть другая оценочная система, бальная она называется, когда ребенку, там, допустим, к концу четверти нужно набрать определенное количество баллов. Есть много способов набрать эти баллы, то есть ты можешь или писать рефераты, или что-то там рисовать, или где-то выступать, или, может быть, какие-то штуки делать, которые тебе интересны, и когда ты их делаешь, ты чувствуешь себя успешным, и ты всегда, получается, в плюсе. То есть вчера у тебя был ноль баллов, сегодня у тебя один балл, завтра у тебя три балла, и ты с каждым днем с собой сравниваешь с вчерашним, и ты всегда успешный. И вот тут нам надо зафиксировать вот этот вот круг такой, да, вот хороший круг, когда успех всегда мотивирует на мотивацию, усиливает мотивацию, а мотивация всегда подталкивает на успех, потому что ты стараешься, потому что ты мотивированный, поэтому у тебя хорошо получается. А если же ты в школе себя чувствуешь неуспешным? Ты в школе себя чувствуешь неуспешным, и домой приходишь, и там тебе еще добавят, да? Понимаете, как это работает? То есть родители так зациклены на успеваемости, что вот это вот единственное, что ребенок дома получит. Мы больше вообще со школьниками ни о чем, кроме как что получил, уроки сделал, давай быстрее, что сидишь, что расселся и все остальное. Тут коротко я могу сказать, что ребенок, он вообще способен учиться только в состоянии покоя. Вот даже есть такая фраза «Аффект убивает интеллект». Если ребенку страшно, если нет вокруг него безусловной любви и принятия, если нет крепкой нормальной привязанности, он не может думать об учебе. Поэтому вот опять к чему нам надо двигаться и о чем нам надо взрослым думать. Но все равно родители рано или поздно зададутся вопросом, мой ребенок или проблемой столкнутся, мой ребенок не хочет делать уроки. Вот как его заставить? Это вообще нормально, не хотеть делать уроки. Мы все не очень любим делать то, что, во-первых, трудно, во-вторых, то, что у нас не получается, особенно если предмет нам не дается. Женя, согласись, когда у тебя какая-то работа нелюбимая, я не знаю, может ты посуду не любишь мыть или полы. Нет же такого «Здравствуйте, я иду мыть посуду, ура!» Мы себя заставляем. Поэтому надо признать право наших детей на не хотеть. Это нормально. Но в то же время мы, как взрослые, должны помочь ребенку вот это вот «не хочу» каким-то способом преодолеть. То есть мы должны ему создать условия, в которых ему будет проще с этим справиться. Не взваливать все на ребенка, в смысле ты не хочешь? Не хочешь – перехочешь, иди и делай. Нет, мы должны ему создать условия, в которых он будет хотеть учиться, потому что пока мы его за это «не хочу» ругаем, мы портим с ним отношения и перестаем быть для него значимым взрослым. Мы продолжаем готовить детей к школе. Готовить, получается, нужно не только детей, но и родителей. В первую очередь. Да, с самих себя нужно начать. Олеся, тебе большое спасибо. Приходи к нам еще. Пока. А сейчас дадим бой июльской жаре. Главным аргументом против нее станет главное летнее лакомство. Факты о мороженом в нашем следующем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин